Всем привет, дорогие любители компьютерных игр! Да и сам, если честно признаться, люблю вечерами поиграть в какие-нибудь онлайн игры, поэтому прекрасно вас понимаю. Сегодня я покажу вам, как скачать и установить War Thunder на свой компьютер или ноутбук. Ну и, конечно же, зарегистрируемся в игре, потому что без регистрации поиграть никак не получится. Ссылка будет под видео, переходи по ней, и тебя автоматически перекинет на официальный сайт War Thunder. Огромное количество техники в игре, современная графика, миллионы игроков и, конечно же, режимы на любой вкус и возраст. Можно кататься на танках, летать на самолетах и даже плавать на кораблях. Чтобы зарегистрироваться в игре, нам нужно нажать вот эту красивую оранжевую кнопку «В бой». Нажимаем ее и приступаем к процессу регистрации. Здесь нужно заполнить вот эту вот простую форму. Придумываем себе имя в игре и вводим его английскими буквами. Если проверка прошла, значит имя не занято. В следующем поле вводим свой адрес почты. Имя есть и почта тоже. Двигаемся дальше. Теперь нужно придумать себе пароль и ввести его два раза. Пароль должен содержать минимум шесть символов. Далее осталось ввести вот этот вот код с этой картинки. Но если буквы здесь будут неразборчивы, то нажмите кнопку «Обновить» и появятся другие. Вводим эти буквы. Ну и когда все поля будут заполнены, нажимаем вот эту огромную кнопку «В бой». Сложно ее не заметить. Если пишет, что неправильно ввели буквы, то ничего страшного, можно их ввести снова. Я их ввел и снова нажимаю «В бой». А теперь мне пишет уже, что выбранный ник занят. Интересненько. Знаете, что скорее всего это значит? А это значит, что регистрация уже успешно прошла. Просто новое окно с подтверждением регистрации не открылось. Ну, может быть браузер тупит. Просто нужно теперь открыть почту и проверить, не пришло ли письмо от War Thunder. Я открываю свою почту и смотрите, реально, только что пришло письмо от War Thunder. Его нужно открыть и активировать свой аккаунт. Да, да, действительно, мой логин и нетком 2 и аккаунт создан, как я все и делал. Имейте в виду, если у вас несколько раз пишут, что код введен неверно, а потом в конце концов пишут, что ник занят, то это может браузер тупит. А на самом деле вы уже давно зарегались, просто нужно теперь проверить свою почту. Остается нажать кнопку «Подтвердить», чтобы аккаунт стал активен. Нажимаем ее. Супер, вы успешно подтвердили адрес вашей электронной почты. Нам здесь говорят. Хорошо, закрываем пока что лишние окна. И смотрите, справа у нас есть кнопка для скачивания игры. Что ж, нажимаем ее. Теперь снова «Скачать игру». Кнопка вот эта просто нереально огромных размеров. Ее опять же сложно не заметить. После нажатия начинается закачка установочного файла. Он скачивается буквально за несколько секунд. И после загрузки мы его сразу запускаем. В первом окне нужно выбрать язык. Из выпадающего списка здесь находим русский. И жмем «Ок». В следующем окне нам нужно поменять папку, в которой будет установлена игра. Потому что по умолчанию здесь выбирается диск «С». Но на него игры лучше не устанавливать. Жмем кнопку «Обзор» и указываем на компьютере какой-то другой диск. У меня для игр есть отдельный диск «Games». Его я и выбираю. Для установки, кстати, нам понадобится где-то примерно 10 гигабайт памяти. Поэтому учитывайте это. Жмем «Далее». Снова «Далее». Вот эти вот две галочки лучше оставить. Снова жмем «Далее». И «Установить». После установки вот эту галку оставляем и жмем «Завершить». Это у нас пока что только устанавливается, установился лаунчер. С помощью него, кстати, вот он автоматически запустился. Так вот, с помощью него у нас будет загружаться игра и потом устанавливаться. Если у вас лаунчер, как у меня, запустился на английском, то вот здесь, вот вверху поменяйте язык. И теперь он перезапустится и все будет на русском. Так гораздо удобнее. Ждем, пока игра скачается. Весит, кстати, она 8 гигабайт. И после загрузки и установки будем пробовать в игру заходить. Прошло примерно 2 часа. Игра у меня скачалась и установилась. Теперь кнопка «Играть». Активно нажимаем ее. При первом входе в игру нужно будет ввести свой почтовый ящик и пароль, который мы использовали при регистрации. Галочки вот эти вот можно поставить. Чтобы каждый раз при входе в игру не вводить логин и пароль. Ознакомливаемся с правилами и жмем кнопку «Я все прочитал и согласен». Как я уже ранее говорил, в War Thunder можно использовать авиацию, танки и флот. Все это в дальнейшем мы обязательно попробуем. А сейчас нужно что-то выбрать для первого боя. Я, конечно же, выберу армию, то есть танки. И еще здесь нужно будет выбрать страну для первого боя. Я выберу СССР, конечно же. Кстати, если каждый день заходить в игру, то можно получать небольшую награду в течение недели. Вот я уже получил усилитель плюс 15%. Завтра тоже обязательно зайду. Желательно тут сразу пройти обучение, потому что за это полагается тоже награда. Так что это в наших интересах. В обучении нужно будет немножко поездить, немного пострелять, повзрывать. В общем, пройти полевую школу. После обучения, чтобы начать бой с реальными уже игроками, нужно выбрать танк и вверху экрана нажать кнопку «В бой». В принципе, все легко и понятно. А если перейти вот здесь вот в раздел «Исследования», то можно посмотреть, какие в дальнейшем машины можно исследовать. Тут несколько рангов и в каждом ранге куча танков. И это только СССР. И в других нациях тоже куча других танков. Чтобы начать играть, как я уже сказал, выбираем танчик и жмем «В бой». После подбора над своим танком снова нужно нажать «В бой». И игра уже начинается. Хочу обратить ваше внимание, что здесь в игре все очень реалистично. Ну, это вы сами, конечно, заметите и разберетесь с этим. А еще, что мне особенно понравилось, так это то, что здесь есть резервные танки. То есть, если ваш танк будет в бою уничтожен противником, вы сможете выбрать другой танк и сразу же вернуться в этот бой. Я вот сейчас так и сделал, вот только не успел. Бой уже закончился, и мы победили. Но факт остается фактом. После уничтожения мы берем другой танк и продолжаем играть. Вот такая инструкция. Если она была вам полезна, то не забудьте поставить лайк и написать свой комментарий. Буду благодарен. Ссылка на регистрацию в игре под видео. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok